Всем доброго времени суток, друзья! Сегодня тема такая рассматривается достаточно щекотливая и для кого-то это печальная тема, для кого-то это тема вызывающая какие-то другие эмоции. Но я, как всегда, хочу предупредить о том, что любые комментарии, которые вы соберетесь писать по этому поводу, должны быть адекватными. И все те, кто допускает какие-то странные моменты поведения в комментах, они, конечно же, резко летят в бан. Для чего рассматривается эта тема? Ну, во-первых, посмотреть на то, как покажут карты причину смерти, трактуемую или, скажем так, ту, которая была реальной. Были ли какие-то моменты, когда есть что-то, чего мы не знаем в плане именно причины ухода человека на тот свет. И вообще, человек на сегодняшний день жив или он все-таки мертв. Вот это тоже мы посмотрим. Некое Ивановального рассматриваем, все совпадения случайны. Будем считать, что это просто, ну, такой вот обучающий контент о том, как можно трактовать выпадающие арканы. Имеющие уши, да, услышит. Но различные юридические нюансы заставляют нас, естественно, делать определенные оговорки. Первое, что мы смотрим, это действительно ли этот человек умер, жив или мертв. Вот, смотрим это. На сегодняшний день карты не показывают человека, как умершего. Вот в чем интересный вопрос. Давайте уточним. На сегодняшний день мы видим человека по поводу того, что с ним случилось. Есть инфоповод, который может прийти к справкам или на основе каких-то справок, медицинских заключений. Тоже может быть составлен. Причем здесь могут быть еще и инсайдеры, которые небо в клеточку, друзья, в полосочку находятся именно там, где присутствовал человек. Но, да, вот видите, саму тюрьму здесь, само место показывают. И показывают у нас, если Навальный знака воды или воздуха, как раз-таки его карту здесь показывают, что он пребывал там. Давайте смотреть далее, потому что здесь, прямо сейчас, прямо здесь, карты не показывают человека, как ушедшего на тот свет. Поэтому и рассматривать причину, опять же, ухода нет смысла. Давайте смотреть. На сегодняшний день этот человек жив. Вот, знаете как, здесь такая ситуация, когда человек находится, возможно, в состоянии не очень хорошем физически, между жизнью и смертью вполне возможно. Но здесь и нет прямых арканов, которые бы показывали на то, что человек ушел. Здесь задействованы крупные деньги, здесь есть определенная хитрость. Здесь есть многое, что выворачивается далеко не так, как мы привыкли видеть, да, вот, и не так, как нам преподносится многое происходило. Поэтому здесь, вот видите, ложится интересная карта, которая говорит о том, что нам переданная информация – это ложь. Ложь или неверная информация о том, что человека не стало. Есть тайные события, которые могут еще очень-очень долгое время вообще не всплыть на сегодняшний день. Поэтому здесь мы видим, что... Так, правдивы ли или нет? Вы знаете как? Третьи лица, видимо, какие-то инсайдеры внутри, да, вот, того места, где обитал человек, они поторопились передать информацию, потому что на самом деле эта информация, которую они передают, она не актуальна пока что. Но она может стать актуальной в течение, до конца зимы, где-то. Давайте посмотрим до конца февраля, какие перспективы, что человека может не стать. Есть такая история. Вот смотрите. Сейчас интересно очень, да, преждевременно объявили об этом. А почему преждевременно? Потому что было плохое состояние. Информация была преждевременной. Потому что, смотрите, здесь были определенные договоренности, но поторопились... Была определенная договоренность о том, чтобы человека не стало. Но поторопились об этом рассказать, потому что на сегодняшний день пока что карты его не показали как мертвого. Но буквально до конца февраля, от четырех до более дней, действительно, эта новость может стать реальностью. Я не удивлюсь, если очень долго будет история с передачей тела и так далее, допустим, недопуском родных к телу. Потому что здесь есть много несовпадений. На тот момент, когда размещалась новость о том, что с человеком, на самом деле он еще не был мертв. То есть здесь вот показывается, что он был. А был ли он на территории? Был ли он на территории в то время, там, где он якобы умер? Ну, смотрите, однозначно, на территории государственного учреждения он был. Но потом его вывезли оттуда. То есть потом увезли. Куда? Ну, уже не в казенное место, скажем так. Уже вскрытое некое место в другой даже город, как минимум. И поместили тайно. То есть сейчас человек расположен где-то тайно. И на ближайшие дня 4, как минимум, скорее всего, будет оставаться живым. Но затем очень большие риски того, что в районе легких или сердца что-то может произойти. Что будет? Давайте до конца февраля посмотрим. Со здоровьем. Здесь будет медицинское вмешательство на платной основе. Могут быть люди, которые решают, что дальше делать с ним. Вот его, собственно, я так понимаю, это его карта. Здесь он знака воды или воздуха. Пока будут держать вдали ото всех и одного. И это до конца месяца. Давайте так. Своей ли смертью, скажем так, может умереть человек? То есть риски своей смертью умереть до конца февраля? Или все-таки риски вмешательства из вне какие-то? В том состоянии, в котором он сейчас находится, может сам покинуть этот свет. Какая причина будет? Заболевание. Накопление. Может ли быть яд? Ядов здесь не ложится. Механическое вмешательство. Вот механическое вмешательство вкупе с собственным состоянием здоровья может быть. На самом деле может быть прокол, укол, игрой. Как травма. То есть это не как игла, которая вводит определенный медикамент. Это как точечное воздействие. Каким-то колющим предметом. Это когда иголка, допустим, в крупный сосуд вводится. Или когда точечный, незаметный физически, практически, извне наносится удар. Вот это может быть причиной, но это больше из области добить, чем уничтожить изначально. Еще раз, прям вот уточняем на сегодняшний день. Смотрите, на сегодняшний день вот этот вопрос решается. Но пока что, пока что, то, что происходит, то, что мы видим в средствах массовой информации, вот эти заявления, это на самом деле не то, что является правдой. Узнаем ли мы позже? Еще долго, скорее всего, мы не узнаем. А если узнаем позже, то это будут люди, каким-то образом связанные с заграницей, от которых может пойти информация. Все идет к тому, чтобы человека не стало. Но на сегодняшний день карты вот сейчас прямо показывают, что человек пока еще живой, но на грани именно по той причине, что есть в том месте, где он сейчас находится, человек, который может доработать эту ситуацию, скажем так. Так, имеющий уши, да, услышит. Пока что в режиме ждуна. Пока что человек сохраняется физически все-таки, да, именно жизненно здесь, на этом свете. Нет, пока что, пока что. Ну вот, смотрите, даже может быть сегодня после пяти вечера по МСК влияние того человека, который может что-то с ним сделать. То есть здесь срок коротенький, до четырех дней буквально. Но я до конца февраля уже подстраховочно смотрела. То есть пока что человек жив, но уже решается его судьба. И скорее всего, до четырех дней ближайших это уже будет все. Такая вот здесь позиция, друзья. Я надеюсь, не нужно будет закрывать комментарии, потому что все будут в адеквате. Я всем желаю удачи и благополучия. До встречи. До свидания. Не случайно использовалась данная колода. После того, как выйдет на нее обзор, вы поймете, почему именно она. Всем удачи. До встречи. До свидания. Продолжение следует.